и всем доброго времени суток сегодня мы с вами будем немножко обучаться в стелла рифт я посмотрел все видео обзоры и так далее так далее по этой игре очень много недопонимания непоняток что как делается так как я в этой игре практически самого ее появления это очень длительное время я видел как изменение лучшую сторону так и изменение грится в худшую сторону так нам надо выбрать горюши пинги чем стиль режим игры не работает игра сегодня у нас обновилась и почему-то у нас режим игры нет предпочтений присоединиться к игре почему пинга нет многие я вижу не обновили сервера вообще кроме официальных но официальных pink охраненные но там сидит 11 человек только пв е можно присоединиться к пв еш ником как раз будет сама то для обучения тогда посмотрим настройки управление как у нас работает чат войсчат будут ли они меня слышать о чем вопрос принт идти использовать миссии достижения гриб перезарядить так это эдитер это общение то так поле зрения 70 настройки ультра линии чата а где кнопка у нас чата разрешение крансинг мастер полный экран без рамки фильтр текстура низотропная частота безграничное качество теней очень высокая но это на перезагрузку делать чтобы она на реализовалась так сохранить отменить изменения общие давай один группу sound так самым посмотрим вокал но это голос голос вокала громкость около 22 как у нас кнопка вообще-то ограничить курсор в редакторе чувствительность мыши у нас сотня нормальная мыши нас тут шустро работает но надо в чем-то собираем его и он или попробуем подключиться не можем подключиться но так не нату кнопку нажал бывает такое бывает на пве я по моему не играл поэтому тем более был вайп серверов скорее всего новое обновление решает там еще проблем который возникало игроки жаловались и разработчики выпустили фикс новая менюшка так настройка восстановлена снять на базовой станции с на ближайшем корабле на базовой станции либо я там играл и меня уже кто-то грохнул я впервые вижу это меню сегодня мне играем крашнулась кстати погоди я в это играл уже что ли или нет почему меня до хрена ресурсов рубкам это блять за кораблю меня виснет конечно сервак поди кому так 3600 у него спрос у них есть ну давай 3600 продадим так деньги у нас вроде есть чем у нас там еще лишние есть углерод уж я видимо играл это что у меня за корабль мне интересно увидеть почему это не мой корабль про кран нет это не мой корабль точно у него нет телепорта у этого корабля у меня нет корабля короче что нам остаются если у вас нет корабля его когда-то давным-давно играли это конечно великая задница очень великая задница что видите корабля купить я теперь не могу хотя стоп доступные корабли купить могут продать короче я могу взять кредит единственная выход у меня сейчас в данном случае если вы в такой ситуации вдруг окажетесь для бросать здесь есть сервисы вольтарона кредит мы можем взять кредит под 13 процентов получить кредит 750 тысяч вот соглашаемся на взяли 750 тысяч и теперь получили свой корабль единство что мы будем теперь работать на то чтобы выплатить так мы купили корабль и нам теперь надо выплатить долл жук сколько у нас там денег осталось 81 тысяч дам нас осталось дронов так о чем меня из вооружения нихера нет всегда всегда подходите вот к каким магазинам хулер ско хулер ско нужно покупать обязательно если она есть тут конечно инструмент ремонта вот этот вот он просто обязан у вас быть шесть тысяч стоит он и заряды для ремонта купить купить сколько у нас денег денег у нас 248 тысяч поэтому еще покупаем три штуки должно быть три штуки и этого нам надо потом у нас нету топлива сразу потому что эти видите ли чем беда нам надо 10000 водорода на первые пары кислород ездить на тысячу кислород тысячу кислорода так ищу кислорода и у нас там что вообще ничего не остается денег ручном придет сейчас работать как к папа карланы найти себе как говорится развлечения да так второе что вам нужно купить это пламя логи корп это огнетушитель он должен быть у вас и к нему надо купить кассеты чтобы пользоваться ну чтобы вас не мельтешил курсор alt зажимаете появляется вот такая штука у вас и можете спокойно как мышкой работать при зажатом альте нам надо купить резервуар пламя для тушения пожаров жидкостью для пожаротушения пить форм купить двух кассет вполне хватает ремонтный очень сильно уходит ну и конечно же конечно же нам надо купить на нам бутов но недорогие 150 на первые поры пока денег не заработаем так ну и лазерную ячейку конечно надо было где-то раздобыть но я здесь и не вижу принципе все теперь нам надо взять какие-нибудь хорошие хорошее задание за рабочие для сборки компонент когда уже будет доставить на сборочную станцию системе т т т т т к такой груза как 6000 очень срочная так что мы будем очень срочно это значит короткое время нет производства без остановки он тоже за короткое время ну нужно работники на с тем что так доставить нам ресурсы здесь мы должны доставить либо купить эти ресурсы либо расплавить их общаемся на вас нагрозить до труды 50 тысяч мы получим принципе это простое задание 50 вещь и подожди я не посмотрел какую систему систему вектор six и у нас еще штраф за это задание вот когда вы находитесь в таком меню зажимаете alt выход домой от этого да у нас окошечко вот мой экскаватор переместимся пока что на новый корабль там какой-то говнюк хотел с нами переместиться это иностранный говнюк так двойное кольцо у нас до хрена водорода поэтому надо зарядить нам сначала на корабле обычно заряжается вот такой штука это для топливом заправили 9000 туда вмещается 10 и обязательно ставите кислород вот сюда кислород 1000 ставится полностью загружается здесь у вас будет углекислый газ когда сюда нажмете он будет уезжать вы будете его забирать углерод смотрите чтобы он типа нет не забился это фильтр вашего корабля потому что вам надо дышать также вас здесь стоят это аккумуляторы это тоже аккумулятор энергия чайка маленькой небольшой генератор это все жизненно важные элементы корабля не могут вспыхнуть они могут вас немножко подвести здесь генератор все это надо если чё ремонтировать здесь у вас добывающая станция то есть вы можете подлетать к астероидным полям и бурить их например сейчас я покажу как мы медь будем добывать также можете аль зажать до выбрать какой-нибудь хороший астероид подойти на добычу ночью улетел и у нас идет всасывание очень быстро и кстати всасывание заметил какой системе мы интерес находимся чтоб у нас еще и штраф есть мы взяли кредит заплатить короче по кредиту надо будет проводить оплату периодически вот эта штука это выбрасывать в космос лишние ящики на если у вас карга ваш забьется можно все выбросить в космос так мне надо поставить на на буты корабле стояли на случай атаки на случай атаки мы поставим на нам вот и так мы сейчас еще зарабатываем видите достижение на сюда нужно загрузить то название которое у вас оружие лазер это у нас лазерное оружие поэтому оно должно быть загружено больше других у нас никаких орудий то и нет нам нужна лазерная ячейка окно без меди нам пока лететь не на никуда возвращаемся на станцию пока это пве зона поэтому у вас игроки здесь не могут шандарах шандараши шандараши тени вас не могут вот я не знаю слышите они могут меня нет рома за пока вот это у вас хранилище вы сюда можете загружать разную и дичь так у меня он к сантисим у меня еще ведь есть чтобы взять медь оттуда надо на нее понажимать короче также меня железо до хрена водорода и есть кислород кислород и углерод тоже уберем пока на то есть это ваше личное хранилище вы можете туда все загружать здесь настройки здесь где на это личное хранилище команда либо фото может быть хранилище определенно ограничено ну то есть вы можете до определенных пределов его забивать хранилище можно усовершенствовать тогда к еще посмотрю что есть здесь только задание у них hydrapex нужен что-то товар снежинкин не снежинки мы к тебе не доставим нам надо майнин холл найти здесь должен быть майнин холл здесь можно собирать корабли строить если вы например скачали мастерской либо создавать свой корабль мы либо модифицировать построенный корабль но из и сборка корабля если у вас есть все ресурсы вот это стоит чувак он что-то строит наслаждается этим нам надо майнин холл вот он майнин холл это место добычи руды пойдем посмотрим никто ничего не манил нам надо медь я помним что мы мы добытчики миди так метись если найду до добываем здесь ставим добывать здесь медь нам надо тысячу меди короче еще чем-то там увезти задание на время надо к собой посмотреть сколько временно не удается так сколько там у нас время на него кстати неплохие награды 65 тысяч будет штраф у нас три часа на выполнены три часа кстати реального времени от текунду идут минуты и часы и за три часа мы должны на майнить опять я забыл посмотреть сколько от 1851 медь сейчас немножечко ускоримся на майнин это здесь не сложно сюда загружаются ресурсы сырые руды разные то есть вот эта штука называется смешивать или воссоздатель делаем медь и было здесь еще не включал что медную херню таки как так уряды можно вот так вот делать а где утянуть по шагам слышу что нехорошо на сервере у тебя могут перить предметы то есть ты крафтишь у тебя перед делаешь ты ряд ты ряд и ты ряд напрягаешься напрягаешься херню надо запихать окном виде у меня уже хватает 1200 плюс 600 уже 1800 так что мы можем принц спокойно полететь отсюда хотя 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 дай ка еще сливаем на всякий случай от страху процесс 40 меди сейчас все сырая медь это телепортер обратно если вы хотите много на при ящиков нахерачили чтоб все это не таскать в себе можно вот так вот переправлять свои собственные чеки сюда выставлять дайте покажу сейчас на корабле переправлю медь медь я поставил не медь сюда медь сюда медь сюда медь и сюда медь заходим сюда смотрим корабль наш корабль убираем и в какую грузовую чеку в первую нажимаем телефон все уже на нашем корабле сейчас остается так как у нас три часа все мы загоняем улететь отсюда корабль вот мы с вами на корабле и спокойно можем отправляться в полет 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 здесь это отдельная тема сейчас я про него я расскажу здесь есть два кресла пилота и одно кресло капитана ну просто кого-то садить он нам над вами сидит ворчит в кресло пилотов где вам удобно вы садитесь до управление если левая кнопка мыши зажата туда-сюда при 5 если вам нужно чтобы это было постоянно нажимаете тап например боев бою это пригождается не в боя то есть просто полет можно просто левую мышку зажал вверх-вниз туда-сюда управлять навелся куда тебе надо нажимаешь ты установить цель да и все и переходишь в арт-режим наш запуск она стартует чтобы ускоряться просто нажимаете в с он повышает уровень скорости и смотрите вот сюда вот 33 секунды меня в принципе устраивает две секунды так скинем вниз скидывать если вы видите вот этот кружок это значит столкновение с гравитационным ну то есть он чувствует гравитацию от чего-то и он сам автоматически будет скидывать если есть гравитационное кольцо но потом она уже не будет когда мы наведемся на станцию нам надо вот сюда на луну ускоряемся сам скидывает видимо рядом и возле чего-то проходим планета скорее всего крутится qe право влево а.д. ускорение в с здесь вверх-вниз р.ф. если вам понадобятся такие сложности 6 секунд мне надо вот сюда мне надо на навожу нажимая кнопку т.д. куда мне надо и отправляя туда свой корабль так сейчас у меня одна минута идет я ускоряю 4 3 2 1 скидываем возле планеты все равно есть гравитационное кольцо поэтому он будет автоматически возле нее скидывать стараться но не факт поэтому сам если чё скидываем наводимся на цель если вам нужно отключить все лишние значки вот здесь у вас настройка значков ну и здесь сейчас будет профессиональная 1 секунда и прямо возле нее выходим из гиперпространства корабль отключен если близко если в w нажимаем он начинает лететь желательно не врезаться станцию быстрое торможение x x нажали будет самое быстрое торможение на свете которого еще можно придумать так если вам нужно отключить лишние значки каждый значок и он что означает квадраты это станции треугольники астероидные поля звезды то есть где звезда находится защитные дроны противники треугольники я не помню что но этот по моему тоже база это ромб это центральные базы так встаем на эскейп входим если нужен фонарик f нажимаем здесь у вас разные сенсор они вам в принципе не пригодятся но иногда можно полезно посмотреть что есть на корабле пока на корабль никто не напал нам надо по-быстрому забрать медь в карга куда мы с вами переместили вот они здесь лежат если что-то нужно взять на них прямо кликайте если нужно положить букву е да и автоматически все будет вас лежать идем в телепортер в телепортере у вас уже есть база телепорт выбран нажимайте телепорт и входите в телепорт все на базе куда вы прибыли нужно найти специальный стол для сдачи заданий где его еще найти кто-то что-то оставил вода медь с ним это добывающая станция кстати была здесь можно чуть выкинуть лишнее ну мне вода нахер не нужна честно в принципе как вот эта медь подожди а что я медь не могу выкинуть подожди я водородом заполнил до водорода маленький я водой заполнил видимо водой тоже можно заправлять теперь так мы по-прежнему в поисках определенного стола вот он этот стол он выглядит как просто стол и мониторы здесь производства без остановки ваше задание название подходите вот сюда выбираете слитки и начинаете их отправлять все не все в нас влезло ну что-то влезло тогда посмотрим что нам дали нам дали медпакет ну и достижение за миссию также здесь можно выбрать миссию найти и уничтожить пока не будем делать у меня нету лазерной ячейки нетерпеливый покупатель посмотрим так нашим домом сумелят целую кучу ресурсов теперь им нужно занять продажи мы нашли покупатель обороты торговой станции но не очень жесткий график скупание 75 тысяч лет платят неплохая репутация а почему нет все миссия получена нам теперь нужно очень быстро поторопляться покажу время на эту миссию у нас будет не забываем зажимать три часа за три часа в африку лечу не терпелила но видимо по меркам игры подозрящую выбраться на песенка чем торгуете спрос на медь водород кстати у меня водород переработанном виде ну и перемещаемся обратно на свой корабль делать нам особо сейчас нечего нам надо отработать кредит 700 с лишним тысяч короче что лучше заняться этим можем смотреть где у нас контейнер вот он контейнер дитери от 12 штук накопали мы с него будем вдоль и садимся за штурвал нашего великого корабля ищем отмеченную такую точку желтеньким даю куда даже стрелочка показывает для особо отберенных и суперски наводимся ставим ты если даже не туда попали все равно нам нужно двигаться далековато и запуск так ускорить я не вижу я по моему выбрался ту цель которая мне нужна так 12 секунд полет нормальный можем немножко развернуться чтобы сделать такой облет маневр 8 секунд газовые гиганты вас вообще смущать не положены наша цель здесь как у дальнобойщиков с точки на точку в некоторых случаях мы можем там по добывать усовершенствовать базы сейчас мы этим пока не будем заниматься к этому еще придем 4 лично он здесь у нас вот астероиды подожди видите здесь у меня сейчас нету каритационного кольца потому что я лечу к станции он не может определить если у нее вообще какая-нибудь авиитация так стоять сколько километров ну мы почти рядышком что летим на скоростях не забываем про кнопку кнопка x отключает полностью двигатели и мы останавливаемся рядом только какая-то нехорошая музыка звучит люди в опасности я не вижу нигде а нет есть опасность твою мать защитные дроны есть торговый дрон вот эта музыка не хорошая пусть мы сейчас можем подвергнуться атаки отбиваться мне нечем у меня нет лазерные ячейки ладно хер с вами надеюсь нас не разбомбит что на кредит больше мы с вами уже не возьмем так дайка по-быстрому утащим дейтерии доставьте ресурс на станцию я не могу взять а как не доставить на станцию а я почему не могу взять у меня забит инвентарь придуряк инвентарь то видите у нас в снежинка сейчас мы разгрузимся немножечко у себя на корабле снежинки выгрузимся холода реагента они нужны для больших кораблей где есть охлаждение еще нагревающиеся ячейки забираем не бомбанули здесь вроде бы противник улетел я его знает он может вернуться вот этот стол входим задание нетерпеливый покупатель выбираем датерий и получаем награду теперь у нас есть еще и нагреватель так и 50 получаем репутации так если здесь это зарядка аккумуляторов на какое-нибудь задание нетерпеливый покупатель допустим 105000 получим и ксанти так давай получим ксанти да на наш корабль деньги нужны поэтому сейчас нужно быстренько заработать деньги и пробовать найти его лазерную ячейку спрос в инвентаре а цена продажа они могут нам продать на станции нету пососанга пососанга у нас сейчас полная так ладно ну и без оружия летаем вот это херня понимаете так у него здесь что у него здесь что-то интересное это разработка чипов шкафчик можно создавать чипы нифига себе плазменный а это крафтер здесь можно создавать разные инструменты крафтить из того что руда там у тебя есть тоже лазерная ячейка есть плазменная винтовка плазменный картридж аккумулятор пламя детектор радиации кстати очень хорошая штука она не продается практически потому что иногда двигатели могут выбрасывать радиацию броня для туловища то есть мы можем полностью бронироваться это для перестрелок с друг другом здесь это вообще смысла не имеет на нам руты это что у нас водород топливные ячейки так логикорда что-то продает пламя продает ну и так много продают они я-то думаю вот я поставил что-ли везде так это у нас дроны да наблюдать киностанции есть так ладно вроде задание взяли на доставку ассамблея ассамблея чего здесь ни хер они тут понастроили это производственный цех неплохо развита система задание выполнять нам надо денег в первую очередь заработать отдать за кредит потом уже расслабляться сейчас мы расслабиться не можем толком вот у нас к сантине добавили мы должны добавить доставить что у нас еще медь заберем остальное выгрузим задание выполнено за задание нам тоже дают деньги у нажимаем нажали и собираем награды где-то понемногу где-то по многу пары тысячи тысячи уже деньги нажать получить все так здесь у нас от корпорации награды ну плюс так табом мы отключаем табом включаем вообще наше меню до чтобы посмотреть там альт зажали можно посмотреть сообщение миссия выполнена я обычно их удаляю штрафы и кредиты да мы помним про кредит так она сейчас 637 до 1000 что мы еще укладываемся здесь время когда у нас будут наложены пение кнопка q переключает он там наверху нарисована между ресурсами дают у нас почти забиты этими хладокомпонентами их надо потом выгрузить день на станции поехали доставим этот ксантий где я могу его скоммунизить у меня будет штраф так задание видите поменялось теперь мы направляем на ту звезду которая нам нужна нажимаем голову правой клавишей можно вертеть туда-сюда вот здесь на компьютере у вас все что топливо сейчас 6000 у нас водорода кислород нормально целостность корпуса целостность брони броню могут быстро снять щитов на этом корабле нет температура корпуса и температура у меня на мостике ну и дополнительные характеристики можете посмотреть здесь аж активирует орудия если они у вас заряжены у меня сейчас они не заряжены так что смысла нет здесь можно все кнопками переключаться но также кнопка Z включает вид из кабины ну то есть общий вид за вашим кораблем X отключает скорость что там еще здесь постоянно двигаться так где-то тут автоматически включить и выключить свободно полет полет полетели на ворке заходим ворку включаем так и мы цель кстати убрали цель всегда должна быть у вас подсвечена чтобы видеть расстояние и временные крючат резки вот эти все вот мы разогнались вообще на поле 3 2 1 сам скидывает двигаемся планете ближе когда подлетим уже будет видно куда двигаться так надо двигаться в эту сторону так выбираем эту штуку видите ромбик да вот этот ромбик это означает специальные базы так и ромбик находится за какой-то планетой видите таком кружочек и за ним стрелочка то есть придется облетать планету так сейчас кружочек пропал значит мы все видим ее иначе бы там было типа столкновение с планетой мы бы к ней не подлетели так здесь у нас за планетой видите тоже находится тревлинг трейд теперь здесь у нас этих автоматических переключений будет тут сами мы летим отключаем скорость на 3 2 1 скинули 4 3 2 1 скинули 8 километров долетим ничего страшного здесь чей-то корабль торчит корабль торговый дрон здесь астероид я вижу станции такого типа это добывающие станции они находятся всегда в астероидном пуле мы с нее стартанули кстати здесь защитные дроны вот так помечены крестиками потихоньку подкрадываемся видите все в астероидах главное успеть нажать кнопку x расстояние должно быть примерно километр чтобы мы могли переместиться на базу слышим звук что мы в пределах досягаемости мы идем на базу обычно лучше ставить корабль конечно ближе так на комплекс мы там три телепорта у них ни хера себе богатая база тут видимо разработчики сами активно мы прибыли на базу вот он этот стол сдачи задания нетерпеливый покупатель требует от нас 607 ксантия у нас как раз есть для него 607 ксантия так сколько у нас денег сейчас 728 тысяч пойдем посмотрим можем ли мы погасить кредит а не у него у тебя кредит 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 погасить долг да вот у нас долг 51 тысяч останется баланс если мы отдаем транзакции тренд рентин заплатить нажимаем так у нас долг есть какой-нибудь нету дождя лучше у нас частями будет что ли убирать так миссия выполняю штрафы и кредиты мы можем отсюда в принципе платить у себя имеется часов шандерах и станции и банк и игрок скучно видимо стало посмотрите есть ли лазерные ячейки здесь они есть пить пить нам надо примерно нам хватит тысяч тысячи дорого еще и 800 все купили все купили и игроки скучают когда игроки скучают они вот этой херней занимаются так топливом закинемся лазерная ячейку тоже закинем 1200 закидывается насколько я помню 600 это потом загрузим вот он загружает патронтаж здесь написано 1200 из 1200 теперь мы можем стрелять у нас произошла включаем орудие они видим уже уже отбились даже не успел он части летает этого осьминога но здесь бесполезно нападать все игроки и защитные буты так что нельзя вставать если не затормозил кстати обязательно нажимайте x иначе куда нибудь подпишитесь в арпе это ничего страшного в таком состоянии вам будет неприятно сенсоры сенсоры показывают 4 корабля карту корабля можно посмотреть информацию системе что находится в системе в каком объеме да здесь что можно отобывать какие станции важны угрозы тысячи угрозы 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 у нас было вот потому что у нас вроде бы есть водород но в том количестве или маловато знаете чё тупанул я очень так хранить починить корабль принять корабль 400000 400000 снежинки им требуется интересно и женки мне требуется тепла херня им тоже не нужно нагретый хладагент дрессе вот этот товарищ продает защитные дроны они загружаются в специальный слот на сколько часов и берете сколько это будет 6 миллионов 915 если мы столько трех дронов возьмем дроны защитных идет он лесом вот они защитные дроны так здесь у нас разные картриджи картриджи на начальном корабле тоже смысл не имеет купать ну что у вас ставить некуда будет уксанте вам пригодится для путешествий в другие системы лучше сразу купить где-то 300 сантия чтобы путешествовать куда-нибудь но он у нам пригодится так давай-ка выберем задание вот есть найти уничтожение посмотрим приветствую нас вольный работник мы обнаружили сколько скрилов их месторасположение так просим вас разорваться с этими мерзкими созданиями можем короче за 57000 всего охраны то здесь он 160 предлагают рабочий для сборки что надо а это надо собрать не производство без остановки из 118000 доставить ресурсы железо получить 118000 берем задание идем сделаем я помню было железо потому надо 3610 у меня 7000 железа еще 200 плюс 1200 еще 200 плюс тыша 200 это 2 400 так да ведь 400 и еще плюс 1200 но это уже до хрена надо всего будет и тысячи мы нажимаем чтобы смотреть миссии можно в принципе все с тобой туда переходить буквами быстрее до 3610 по моему хватит если не хватит будет не весело поэтому я к санте пока выкину и возьму еще железо все можем направляться в дорогу нам это веселая компания на хер не нужно 11 11 человек торчат на официальном сервере полетели деньги зарабатывать выплатим кредит будем жить свободно так наше задание вот стрелочкой показано туда выруливаем на наше задание нацеливаемся варп можно переключаться кнопками да если вы такой супер пилота два дня прикинь лететь если на на 6 часов например можешь поставить встать например пойти там отлить я не знаю курить если ты куришь посмотреть в окно подумать о жизни сыграть шахматы с другом говорить о прекрасном круче чем-то заняться в космосе пока ты передвигаешься на бешеной скорости до можно даже вот так посмотреть как ты передвигаешься на бешеной скорости все будет очень красиво мы спешим нам никогда и разглядывать так пушки пока отключим случайно не пальнуть любая авария со станции выстрел по станции выстрел внутри станции короче портит репутацию с с группировками которые важны для вас с ними нужно налаживать репутацию когда вы налажите налаживайте репутацию у вас будет даваться улучшенные задания и все будет у вас тип-топ так там очень много станции даже наше задание станции она за планеты стоп за луной за луной за луной за луной так где наше задание мы на него летим прямо она даже не за луной хорошо это кто это не хороший игрок видимо который стрелял скинем можно посмотреть состояние корабля вот здесь так статус двигателя дополнительные характеристики по моему в смысле станции статус двигателей так у нас сколько двигателей как они работают а нет состояние корабля не здесь будем смотреть головку поворачиваем аккуратненько и нам надо выбрать вот эту станцию через 11 секунд 10 8 7 эти как станции располагаются возле луны кто ты их блять тут понастроил 2 1 6 5 4 3 2 1 выход сейчас выйдем прямо возле нее 3 2 1 выход так ну полетели к ней опасности вроде я пока здесь не наблюдаю но иногда эти ползучие гады могут прилететь очень хреново встретить не однохвостых а многохвостых гадов многохвостые гады они щупальцами могут поражать ваши двигатели и генераторы то есть они откидывают от себя часть в ваш корабль и тут понадобится лазер чтобы по ним стрелять так перемещаемся так это мы с вами на станции и станция понятно надо найти нижнюю дверь тип этой станции уже запомнил 3600 металла металлостанция от нас получила мы получили свои денежки 118000 у нас сейчас 536 отлично а смотрим следующее задание так обработчиком не надо 42 тысяч вот 150 тайным перевозкам на большое расстояние откуда вот кстати где нам понадобится эксантии партии товара оксида углерода мы получим эксантии и давайте попробуем принять миссию погрузить на корабль и сейчас пришло время для разлома то есть это находится в другой системе поэтому сейчас прийти в кнопкой я все открываю если чё кае у нас активная кнопка так выбрал указательный указательный мышь циркин хабур или как она там называется надо сделать разрыв рифт и переместиться туда короче для этого надо найти рифтовую станцию и здесь ищем где есть рифтовая станция вот она pretty hydrapex rift hub рифтовая станция наводимся на нее вот и полетели я дайте чё нас там с топливом у нас тепло маловато Жрёт топливо вообще не по-божурски. 29 секунд. Три, два, один, выход. Четыре, три, два, один, выход. Планета, по-моему, да, два, один, выход, рифтовая станция, вот она, у неё надо. Нам не в планету, а к станции. Она же, да. Теперь тут сами скидываем, потому что, видите, колодцы, нигде нет гравитационного. Ой-ой-ой-ой. Если проскочили, лучше два раза скинуть. Если проскочили. Если всё вовремя, то всё вовремя. Потому что время на разворот, пока вы затратите, вы ещё раз проскочите. Так, четыре, три, два, один, выход. Сейчас прямо возле станции видим. Чё я говорил? Надо чуть-чуть задержать. Вот эта штука создаёт рифтовый разлом. Станция. Поближе чуток подлетим. Так, вот мы и подлетели с вами к рифтовой станции. Обязательно берём ксанти с собой. Ксанти это топливо для создания рифтов. Где она меня? А где мой ксань? Ятрем батон. Подожди, я очень надеюсь, что там есть. Прям сильно надеюсь. Я его в хранилище запихал. Великая задница, блин, с нами переключилась. Если здесь не будет, блин, блин, хранилище. Так, хранилище, хранилище, хранилище. Дайте мне хранилище, пожалуйста. Или кто-нибудь ксанти оставил. О, кто-то оставил ксанти. Кто ж ты такой добрый. Спасибо тебе, мил человек. Так. Нам надо... А кто-то отправился и не вытащил ксанти, да? Нам надо не сюда. Это вот мы где находимся, Виктор Сиггс. А нам надо... Ведь я название забыл, куда нам надо. Ну-ка сбросить. Не понял. Так, наша система называется Циркин Ходора. РК0460. Циркин Ходора. Почему я не вижу Циркин Ходору? Циркин Эрара. Чё-то, брат, тут не так. Циркин Ходору где-нибудь отмечается. Смотрите, сколько звезд. Стоп. В пределах этой галактики я не вижу моего задания. Это какой-то пипец получается. Одно. Альфа Вентура. Сентл Прайм. Это галактики, да? То есть каждая галактика... Виктор Сиггс. Ну, непонятно. У меня... Моя система-то здесь вообще нет. О, придётся поиском поиспользоваться. Так, поиск. Очистить. Поиск. Нам надо... На Ц. Она там называется. Как она там называется? Подожди. Подожди. Цир... Цирцин Ходора. Цирцин Ходора. Как мы смотрим. Цирцин. Цирцин Ходора. Цирцин Ходора 0.4.60. Я должен выбрать Цирцин Ходора. Да, вот она. Только она, блядь, рядом находилась. Так, выбрали, выбрали. Теперь нам надо вставить КСАНТИ. Здесь на столе выбрать корабль. Установить корабль наш. На него потребуется масса корабля 139. У нас 163 установлено. Отлично. Делаем дырку в пространстве. Так. Сейчас будет громко, да? Где-то дырка создалась. Так, где она? Вот она. Пошли воспользуемся ей. Умение пользоваться дырками. Это талант. Космический. Капитан Кёрк приветствует в СТЭК. На борту нашего звездолета. Так, мы идем в дырку. Так, Цирцин Ходора. Вот она. Смотрим, это значок, типа такого, вот он, миксера. Это наш риф так обозначается. На него просто двигаемся. Двигаемся. Кораблем. Двигаемся, 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 двигаемся. Бэтбоб присоединился к серверу. Там написано, да? Бэтбоб решил поиграть с нами. Влетаем. Какое-то время занимает загрузка новой системы. В котором мы с вами перемещаемся. Может еще на сервере? Так, и у нас уже сразу здесь при выходе. Выходим из рифта. Отмечено. У нас звезда. Туда варпимся. Кстати, у нас топлива. Топлива еще хватает. Здесь одна звезда. Судя по всему. Синяя. И это... Цирценхадор, по-моему, это газовый гигант. Вокруг нее куча станций. Нам нужен вольтурон XT-22. Три, два, один. Вот. Ну, лететь нам еще далековато до нее. Цифры идут быстро. Ну, звезда названия Цирценхадора. А все остальное в системе называется также Цирценхадора 1, 2. Ну, то есть планеты. Ну, здесь одна планета. И астероидные поля. С астероидными полями тоже надо уметь работать, конечно. Все, сейчас будем подлетать. Эти мы видим планету, эту газовый гигант. Так, куда нам надо вот этот вопрос? Варп сигнатура какая-то там есть. Нам туда или куда нам надо? Сюда. Сюда. Давай, один, стоп. Так, нам не к варпу, нам надо вот сюда. Пять, четыре, три, два. Так, скинемся. По 200. Цирценхадора. Там какой-то сигнал разведчика. Одиннадцать, десять. Сейчас полетим. Четыре, три, два, один. В выход. Четыре, три, два, один. В выход. Четыре, три, два, один. Четыре, три, два, один. Так, тормозим. Самое главное не врезаться. У станции есть щит. Если у него врежетесь, испортите отношения с реакцией. Так, что они у нас там заказали? Посмотрите. У нас задание. 5400 оксида азота. Брать, ценный ресурс. Идем. Так, оксид азота. Надо все остальное... Подожди, пойдем-ка, заправимся. Заправим заодно корабль, чтобы разгрузиться от водорода. У нас там чего-нибудь не осталось. Надо еще купить водорода или сделать. Или сделать, или купить. Все забрать, наверное. Остальное положить. Нам, кстати, она на боту вдали, по-моему. Сантии. Так, оксид азота я весь забрал. Сегодня еще нет. Все, идем на станцию. тестем. Делаем. Делаем задание. Не до razor. Туда помыло. Стол. Перебуз. получили к санти и здесь у нас есть задание на доставку к санте но вы не увидите сколько потому что вам нужно сначала выполнить водорода 46000 это конечно сумасшедшее задание сколько у нас денег 800 денег так давай-ка с кредитом разберемся штрафы кредиты заплатить вот таким образом мы с вами расплатились по кредиту у нас осталось 67 тысяч всего и зато мы выкупили корабль но вначале вам даются просто деньги эти у вас нет никаких кредитов и вы покупаете просто корабль просто корабль вам дается водород вам дается кислород и дается вооружение я же прошу более сложный путь час показать как работает более сложный путь и сейчас мы еще просмотрели ящики трейдинг хороший рейтинг кстати хорошее всегда задание 75 пишет система разведки для разведданных системе биометриал моно что запретили она для ведения бизнеса захлопоты вы получите там по моему надо какой-то специальный девайс разведданных я ни разу разведданные честно не собирал но мы можем попробовать честная торговля это разлом надо делать поэтому нам к санте даются ящики трейдинг были небольшого груза с кухом 75 материал необходим для расширения это вам необходимо оксид азота 5000 раздобыть оксид азота добывается на специальных астероидах еще найти надо сейчас мы как раз найти мы займемся просто задание не будем возьмем задание место говядину подожди мы же не в дырю не находимся драмы в этом вообще какие-то все другие системы 17000 во все другие системы тоже в другую систему надо переместиться давай возьмем наверное боевое задание хотя мы не боевой корабль системе плане у моно надо перемещаться это задание честно ничего хорошего и 6000 торгового лавка покинула систему к торговой лавке шесть кредитов у нас долгов нет погасить долг текущий долг 0 баланс видим это то что он это там скидывали да какие-то деньги вот это нехороший звук как только слышите такую торжественную музыку значит на нас напали станцией не защищается судя по всему так долго по нашему кораблю быстро садитесь за штурвал нажимаете тап и включаете орудие идет активация смотрите красные треугольники за карте где они сука защитные дроны опять у них опять тех уничтожили давай посмотрим разведчика тогда уж что это за разведчик смотрим чё за разведчик сейчас еще много нового вели так четыре три два один посмотреть к что это так здесь я вижу красную тревогу рядовой нападая нападение на нас фиксируем через ты прицел здесь через вот такой кружок я нажимаю так чтобы стрелять сюда сворачивается так один готов еще где-то один был как и заглушен двигателя вот как подбирать я не знаю то ли нужно специальный корабль который может каким-то образом это подбирать действия что налетать на него бесполезно видите бесполезно там где он значок чьи разведчика вот перемещается либо это какой-то сигнал сенсоры корабли тукомой состояние корабля обязательно проверять ну что может где-то что-то быть повреждено или пожар и так далее поэтому нажимаете ремонт на этот 1 и смотрите состояние корабля 99 99 все нормально также также если вы что-то типа птичек аптечек видите получили там лишь аптечки у вас есть открывать этот шкафчик складывайте в шкафчике то есть можно сложить все что у вас здесь лишнее так что у нас там еще жизненно важная жизненно важная так настройки корабля название корабля вы можете доступ кораблю продать свой корабль название корабля на при поменять пример сверчок сверчок а вы сверчок доступ кораблю до гости и флит криев команда и так далее ну кому то если вы хотите дать доступу что здесь можно играть командой подожди опять это кому что почему я не слушаю атаки мои охранные дроны у меня нет охранных дронов учебно что за разве чего доступа к нему нет 1 полетели тогда стероиды по моим майнинг и стероидов тоже отдельная тема так разведчика мы так и не разобрались что это за хрень восемьдесят метров я его при так не вижу ну ну херня война полетели на один из скоплений астероидов у нас майнерский корабль первого класса у нас нет переработчика руды мощном корабле на за 2 миллиона с копейками на которые надо нам накопить там есть переработчик руды планета нам мешала разогнаться мы не могли пока не уйдем от захвата не могли разогнаться так и летим к стероидам они далековато находятся от нас 7 секунд 6 астероиды тоже не имеют колодца 3 2 так что сами уходим сами выходим сами 4 2 поэтому игра очень простая плане кто не понимает как играть здесь должны быть астероиды так что надо аккуратненько лететь сейчас мы кое-что будем делать включаем двигатель и включаем сенсоры сенсоры позволяют узнать что здесь находятся здесь есть фильтры например мы ищем определенную руду закись азота же мы хотим найти мы посмотрим вот у нас все ровненько как только мы увидим волну если мы увидим волну да мы будем двигаться туда здесь куча астероидов потихонечку лучше двигаться сканер сканер у нас мощности вообще херни показывает скорее всего фильтр выбран неудачно скорее всего фильтр выбран неудачно так ну давай от это посмотрим вот это посмотрим на ценные руды может быть что нибудь да найдем из ценного ну судя по сканеру здесь ащи пусто не очень удачные так сканер включили теперь можно искать мощность сканера 200 надо найти то скопление которое нас интересует ну чтобы было интереснее я вряд ли здесь найду эту руду я включу обычную руду вот видите сразу у меня здесь волна пошла значит я где-то нашел железный астероид либо водяной вот здесь сильная волна была и что-то она прошла быстро пойдем посмотрим здесь должны быть металлические видели этого и водяные астероиды смотрим сюда астероид вот с металлом железная руда это железная руда на в принципе везде ее можно найти как бы сильно сильно херню это не моемся так мы хотим поискать редкие руды поэтому поэтому попробуем искать садимся заходим в сенсор фильтр отключаем ответа ответа так остальное можно нужно все вот у нас внизу список руд если где-то что то есть из этого у меня будет желтенькая волна надо специальной системы искать это редко редкие руды и просто так они здесь конечно валяться не будут да и сенсор нужен хороший сканер кстати появился здесь раньше чем вылить dangerous с ихними рудами так что я даже подозреваю что они могли отсюда позаимствовать эту идею ну здесь ничего нет короче в этом астероидном поле никаких редких астероидов не наблюдается стоп что это сейчас было в малом количестве что то мы нашли был желтый показатель углерод мы нашли исчез он желтый показатель должен быть на экране постоянно мысли его пролетел то он пролетел что за большой стероид сигналы сближения стоп слишком много углерода может пойти посмотреть мы с вами нашли скопление углерода углерода да вот он металл и углерод то есть вот таким образом здесь ищутся руды не поняла где углерод а я уже делал железо мне пока нафиг не нужную так я вижу там игроки только успевает присоединяться кучей 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 так что вы теперь знаете как здесь все управляется как что делается но остальное в принципе дело времени чтобы изучить так углерод я отключу мне надо редкие ресурсы желательно не обязательно быть наведенным на этот ресурс он просто может быть рядом с вами если он рядом с вами он даст такую скачкообразная волна желтую если есть такой ресурс здесь ну я выбрал редкие ресурсы за ними надо охотиться в системы короче там лететь по системам искать обшаривать астероидные поля нужно знать примерно где где что находится в каких системах короче здесь очень много возможностей для разведки постройки кораблей твою очень близко ну здесь пустое астероидное поле грудь и нихрена нет кроме железа и водорода еще у нас по топливу ладно полетели на станцию забравимся так тормозим нам надо выбрать станцию конечно на станцию нам лететь далеко отсюда этот выключаем как данные какие то аномалии про сканер я не было раньше сканера что-то он нам про сканировал ну пускай сканирует ладно я не против а я вижу даже чем сканирует вот она аномалия да идет ее сканирование то есть он засекает какие то аномалии и просканивает их системе да и мы там что-то интересное подождем когда сканируется про сканеры я сам не сталкивался включить выключить сканировать сканеры не в сети вообще сканеры не в сети вообще сейчас мы узнаем что это не понял а я не включил сканер включил сканер и судя по всему до этой аномалии надо долететь я так подозреваю попробуем сканировать 50 процентов наверху идет прогресс бар который в обратную сторону вот так что самое интересное так у нас оружие включено так мы не можем стрелять в этом режиме но если мы в таб перейдем то мы сможем стрелять почти отсканировали сможет он отсюда отсканировать ладно полетели тогда туда слетаем топлива мало как все интересно знаете но у нас нет топлива поэтому нам надо сначала заправиться все аномалии сканировать так включаем этот сканер то есть у нас вот данные да и не обратил внимание 15 теперь будем обращать внимание сканируем обор так я понимаю за звездой находится что ли у нас расплавит здесь нет у нас расплавит здесь нет так так давай подумаем здесь точно нет продюсер ресурс маркет нет рифт разведчик рефейн арестейшин так там можно водородом разжиться на вольтроне тоже можно руды и металл маркет есть кстати кто построил майнинг стейшн куда я полетел я на майнинг стейшн просто майнинг стейшн а мне факт что что-то прикупить полезного ну ладно там уже будем на месте разбираться долетим до станции и там посмотрим надо водорода где-то раздобыть майнинг стейшн ну должен быть здесь водород по всему так посмотрим что у них здесь майнинг вообще может что-то реденькое есть нет ничего нет редкого нет ничего нет редкого редкого тут ни хрена нет зелененькая какая-то планета ну что ж водород есть у вас товарищи не говорите что у вас нет водорода переработчики есть хотя бы у вас переработчика ядреного ладно прочее давай лед найдем здесь льда нет пиздец они добывают всякую подожди корабль атакован или это старая атакован нет только задание посмотрим китерпекс нужен товар атакован шестьдесят пять тысяч заплатят наш груз десять тысяч водорода кстати блять заманчиво давай возьмем что давай посмотрим как может мы спиздим у них о-о-о-о нет мы ему пиздить не будем сто сорок одну тысячу нам попку разорвут ааа если мы попытаемся спиздить этот товар так что не будем его воровать мы честные честные мы космонавты корабль если все печально будет я не знаю придется как-то скручиваться что топливо у меня тут у ларсен полный зато водорода у нас теперь гидропейкс на натуре на нас на палец смотри-ка это новости и чё балдел что днем уже уничтожили у нас оказывается есть какие-то охранные дроны это наш у нас есть защитные дроны для то станции так нам надо туда все станции рядышком стать это рифт хаб чё у нас там состояние корабля корпус и и мать а чё с корпусом вот так можно посмотреть на своего соседа и сказать прикинь нам хана здесь очень много теорий кстати физических а карманных измерениях то что предметы перемещаются карманные измерения и сжимаются до невозможности и очень много завязано именно на измерениях так все это мы далековато вышли гитаря пикс топлива топлива пока еще хватает за задание нам должны там что-то отвисеть кроме денег у него есть охранные путашки 4 . защитные дроны смеет твою мать это что что ж ты будешь все уничтожили вот почему я не могу подлететь нормально к станции уху швала чизм швала чизм а не пушки не будем сворачивать гидропикса нужен товар ну чё пойдем попробуем утащить все эти ящики так и по моему вот это все да иди на его состояние корабля посмотреть на люди шума пламени пламя обычно шумит вот такой звук а гидропикса нужен товар все нам дали аптечку что ли за это все что чё издеваетесь я долетел сюда на последнем топливе вот такой шкаф нужно иметь чтобы ставить катариджи суда ставите катариджем то есть и скидку вставляете. Если у вас есть картридж. Посмотрим, есть у нас картридж? У меня нет картриджа. Так, задание. Нужен тягач. Что вам там тягать надо? Шоколадные кексы. Помним, задание. Приятное задание. Кстати, задают по дорогам. То, что нужно. Берем кексы и повезли их. Выполните достижение. Так, починить корабль. Что у нас там? Сверчок. Соленький. Броня чуть-чуть покоцана. Чуть-чуть покоцанная броня. Тут у них что? Инженерная комната? Ну ничего себе. Тут у них... О, боже мой. Игры мои. Что-то-то интересного, что у вас есть. Так. Добро пожаловать минуту. Это не моя комната. 129 пишу нас в кармане. Аккумуляторы, генераторы стоят на станции. Резервуар для водорода. Когда строите... Ага. Большие, большие корабли. Я могу это все загрузить, нет? Не могу. Здесь вот как раз в этой игре кораблями вообще никто не грезгует. Чем больше размер, тем больше в него можно запихнуть невпихуемого. Размер здесь такого значения как бы не имеет дикого. Все одно и то же. Корабль может даже быть больше, чем эта станция. с такими куполами. Желотые купола. Душу мою радует кто-то фанат, если пустую. А где у нас телепортер? Надеюсь, мне хватит эти кексы довести. Потому что иначе потом мы стрянем. Застревший корабль это не есть хорошо. Так, что у нас там потоплива? 2000 да, осталось? Так, двигаемся в сторону куда нам? Отвести кексы надо. Делаем парку. Три минуты. Двадцать три секунды, ладно. До сюда мы залетим, в принципе, и получим немножко топлива. На этом топливе можно будет жить какое-то время, но лучше прикупить его. И из трюмов избавиться от всего парохода, может, он у нас валяется. В эту игру интересно играть как раз с друзьями, да? Да, в принципе, и в одного интересно. Ну, с друзьями вы можете устроить и ПВП. Вот это ПВЕ игра. Здесь вы не постреляете друг в друга, но можете как-то дружно там отстреливать. Мерзкие создания. Ну, лучше, конечно, в ПВП здесь соревноваться. В зоне досягаемости у вас сообщения. Так, тормозим. Подожди, затормози вообще, куда он полетел? Так, кексы у меня с собой, да? Так, главное, случайно их не сожрать. Кексы мы доставили на станцию. Тягач нужен для кексов. Так. Четыре тысячи водорода, надеюсь, что остальное на корабле попал. Так. Собираем вознаграждение. Получить все. Так, деньги лишними нам не будут. На станциях вы также можете загружать нано-бутов. Это делается для того, чтобы, если кто-то нападает на станцию, она уцелела. Потому что если станция будет разрушена... Кстати. О птичках. Я сейчас что-то засуну. Так, отдай-ка мне назад. У меня тут водород был. Блядь, я страдаю, летаю. В хранилище водород. У нас водородные двигатели, водородные генераторы. Поэтому мы на водороде с вами развлекаемся. Так, сразу заправимся. Так, две тысячи осталось, да, у нас? Вместимость десять тысяч баков. Баки можно увеличивать, перестраивать корабль. Но для этого нужны ресурсы. У нас ресурсов нет. Так. Ну что, на этом я заканчиваю этот и видео как бы маленький урок о игре Энстерл Рифт. В дальнейшем, в дальнейшем мы попробуем. Я куплю большой корабль. Купим большой корабль, где есть все необходимое. На этом все. Лайки, конечно же, пальцы вверх нажимаем. Подписываемся на канал. Не забываем, кто не подписан, чтобы наблюдать и ждать интересные видео. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok